Амичи жалуются на качество жилья в новостройках. В квартирах, которые продают застройщики под ключ, кривые стены, постоянная сырость, замерзают окнам. На верхних этажах проблемы из-за постоянных протечек в крышах. Виля Боброва расскажет, на что обратить внимание при покупке нового жилья. Вот этот дом кажется благополучным, но только внешне. Так говорят те, кто купил в нем квартиры. По словам жильцов, в комнатах множество дефектов. При этом дому всего три года. Сырость в квартире, протекающий потолок. Жамал Жасагбаева давно пожалела, что купила квартиру в новостройке по улице Мельничной. Все деньги уходят на оплату ипотеки и на то, чтобы доделывать за застройщиком его работу. Ой, сколько живем, наверное, столько и проблемы. Сперва начались наледи. Окна не закрываются, не открываются. Пять раз его переделывали. Потом началась в ванной комнате проблема. Это уже мы третий раз его выкрасили. Они все решают. Вчера звоню, говорят, пусть Новый год пройдет. Так у вас Новый год до какого продлится? Дом еще на гарантии, но, по словам Жамал, застройщик исправлять ошибки не торопится. Мы сами позвонили в строительную компанию. И директор признался, проблема есть еще и с вентиляцией. Вентиляция не работает. Из-за этого создается... Пока мы не можем найти причину, почему на 8 этаже при закрытых дверях не работает вентиляция. Орешаться проблема будет. Устанавливаются будут дополнительно вентиляторы на вентиляцию. Многие обнаружили дефекты уже после ремонта. Эксперты говорят, больше половины застройщиков экономят почти на всем. Дмитрий Жеребцов, директор ремонтной компании, уверяет, он получает сотни заказов от людей, недовольных качеством новых квартир. В них нельзя, как говорят в рекламе, просто зайти и начать жить. Строители экономят на системах отопления, дверях, отделке. И это еще не все. Основные проблемы всегда с окнами возникают, потому что их обычно устанавливает неквалифицированный персонал. Качество стяжки плохое. Если ее потом неправильно не сделать, комплекс мер определенных, то, скорее всего, ламинат забухтит, заскрепит. На чистовой отделке первые дефекты – это качество электромонтажа. Экономят и на целых жилых комплексах. Так произошло с коттеджным поселком «Зеленая долина», где недостроили даже канализацию. А в микрорайон Рябиновка не хотят переезжать даже те, кто живет в аварийных домах. Ежегодно в Омске в суды подают сотни исков. Если строительный дефект есть, то можно практически со стопроцентной уверенностью сказать, что компенсация будет присуждена судом. Рассчитывается смета на устранение конкретных строительных дефектов по рыночным ценам. Главной задачей уже становится реальное исполнение этого решения. Проблема заключается в неплатежеспособности подавляющего большинства омских застройщиков. Эксперты говорят, заранее проверяйте репутацию застройщика при покупке, обратите внимание на окна, батареи и ровность стен. Также можно взять с собой тепловизор. Если вы планируете жить в квартире более 10 лет, берите жилье с черновой отделкой, чтобы быть уверенными в качестве ремонта, ведь его вы сделаете сами. Юлия Боброва, Дмитрий Головко. Новости. Здесь Омск.